приветствую вы на канале сплей и это сибири 2 итак мы уже подходим собственно к завершению к исполнению мечты ганса форальберга чё скажешь напутственное привет привет кейт уолкер собственно мы растопили ковчег автоматически с автопилотом который отвозит по легендам шкуру шкурой из далекой сибири вот сюда в деревню к юколом то есть он следует автоматически по маршруту оттуда туда и оттуда сюда вот как то так так ну давай что-нибудь узнаем у тебя ковчег например мы поплывем в этом ковчеге лодка юкол крепкий ты плывешь хорошо отлично уж хотелось бы скажите вождь вы можете открыть ворота в море кейт бери друг юки и вернись ковчег великий вождь откроет ворота спасибо попутный ветер тебе кейт уолкер спасибо пойдем за свидание тоже кейт уолки чуть не подумал что нам понадобится он же живой двигатель будет опять чем крутить конь колесо часто буду там за гонщики он сидит за гонщик которым даже кур не остановишь вот он наш юки да не лает и сейчас я выпущу у них тут прям базар какой-то что-лили склад ли это их поезд чудо техники прям его нужно будет в музей куда-то догнать что ли ну в общем то ладно поехали не будем задерживаться все давай покеда это какого вождь давай теперь уходи быстро уходи быстро сэр на третьей линии детектив контент сказать чтобы перезвонил не надо джесси соединяйте с вашего позволения кажется с ним что-то не так контент контент вы где настоящем аду марсон просто в аду я пас масло мы ее не найдем никогда кейт уолкер ушла ушла совсем из этого мира ей уже не поможешь буду выбираться отсюда значит получили мы в итоге хрен с маслом вот именно точно что ж прощай кейт уолкер вот блин автопилот сбой дал так хочу у нас где ганс чё скажу ганс мы уже на месте да нет а где же тогда где-то мы налетели на прибрежный лед течение нас больше не несет должна же быть какая-то причина пойду посмотрю в чем дело я скоро ганс да 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 так ну нам нужно вон туда получается выйти посмотреть на чем она летели ух ты ничего все прям лифт есть а каким-то образом у нас якорь сбросился удивительно да так хочу у нас есть матрешка ну нужен какой-то рычаг что ли так вот я вот не помню по моему рычаг можно о пойдем туда че это кости блин только сейчас я заметил обратил внимание что гигантский костик а как раз штырь нормально бивень нарвала больше на льдину похож че это кости что за существа так ну давай попробуем этим бивнем ну вот можно отплывать угу уа ба ба да да это декористая то оплатила врачи это уолкер все что за понятно черт это волоска застряла да ну нафиг блин вот кто Как он пробрался на лодку? Что он такое приставучит, этот козел, блин? Как он незаметно так пробрался? Нафиг ему этот корабль нужен? Я вообще не понимаю. Так, вообще поговорить-то с ним можно? Нет, нельзя. В общем, нам нужно найти другой путь на корабль. Единственный путь у нас в ту сторону. Пойдем посмотрим, что там есть вообще. Так. Пингвина нам путь расчистили, поэтому... Сходим посмотрим, что там вообще происходит. Во-первых, сам пингвина. Так. Есть вторая дверь. И, судя по кускам льда, течение туда нас несет, но нам вот эти вот пингвины мешают. Пойдем сделаем, чтобы они отошли отсюда. К своим сородичам. Так, кладка тут у них. Попробуй, ну, матрешку подложить. Эй, ты! Они прям, прям вот поняли и пошли, ага. Ну, главное, что они свалили оттуда. Мы же ничего не испортили. Ну, в общем, у них сбой программы сейчас будет. Они втупят и будут смотреть эту матрешку. Типа, что за фигня? А вот, пока пойдем. Глупые животные. Ну, даже делать ничего не надо, все само происходит. А нет, надо, блин. Давай, доламывай. Как раз в дверце подплывем. Удивительно, что он всего этого не заметил. Неужели он такой придурок, а? Так, ну, во-первых, нам нужно его поддеть. Туда не добраться. Ну, не во-первых, а вообще просто поддеть. Вот что держало дверь. Эта фраза была, видать, для тех, кто обследовал сначала внутренности корабля, прежде чем спуститься. Так, залезем. Нет, так не пойдет. А, у нас ничего нету. Надо, в общем, чем-то выбить вот этот штырь, отвязать веревку, чтобы когда мы нажмем на рычаг, она схватила этого... Да, в общем... Типа. Иван, по-моему, его зовут. Прям каюты здесь такие. Ганс, с вами все в порядке? Да, в порядке. Вы не ранен? Нет, он заставил меня спуститься сюда. Больше ничего. Хм, ничего, Ганс. Мы от него отделаемся. Ты же, черт подери, киборг теперь. Почему ты не справился с ней, я не пойму? Так, Юки. А если мы вылезем наверх? Что будет? Что я за дура? Иван сюда пробрался. Вот этот Иван как раз, блин, и выстрелил. Похоже на механизм для остановки ковчега. Так, ну тут вроде больше нечего делать. Нам нужен был только ковш. О, этот штырь. Или что там? Какой-то, короче, крючок. Так, а если сюда? Проклетая механика! Как же это работает? Не то! Не то! Лицом к лицу я с ним не справлюсь. Здесь нужна какая-то уловка. Понятно. Так, ну-ка, Юки, вставай. Что ты там можешь сделать? Юки всю дорогу проспал. А, ну и хрен с ним. Будем справляться сами. Он ничего не хочет делать. Так, а что у нас здесь-то есть что-нибудь вообще? Так. Тут картинки. Какие-то коды чего-то. Ну, пока нам это не нужно. В будущем будет нужно. Ладно, у нас есть крюк, поэтому... Ой, залезай. Так. О, отлично. Все, теперь за рычаг дергаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Удивительно, но похоже мы на месте Так, давайте-ка спустимся Обратно в трюм И все-таки обратим внимание на эти картинки Чтобы обратно сюда не возвращаться Так как они нам понадобятся В частности, нас интересует вот это изображение Это такая кодировка Кто не в курсе, сейчас поймете чуть попозже Так, что мы сделаем Я ее сейчас сфотаю, чтобы не возвращаться потом сюда Готово В частности, нас будет интересовать именно вот этот вот рисунок И вот этот код Все, выходим с корабля Пойдем посмотрим, что там за человек стоял А вообще есть здесь кто-нибудь живой-то, нет? Эй, Юки, стоп-стоп-стоп А что, Юки с нами не пойдет что ли? Ладно, фиг с ним Пойдем, сходим вот сюда Главное, Ганс-то уже пошел Как будто знает, куда там и чего Ух ты Да Человек Давно уже здесь стоит Любопытная вещь Медальон Юколов Он нам, кстати, очень пригодится Пойдем вслед за Гансом Заодно смотрим здесь все Это же все-таки, блин, Сибиря Мы добрались наконец-то до нее Удивительно, что она вообще существует Юколы здесь были Ну, по крайней мере, то, что там человек Юкол стоял Это уже показатель Так, тут вот какие-то вещи Сейчас глянем Как они мамонтов везли вот на таком корабле Это мы все забираем Это все нужно будет Плиткой с иероглифами Не зря она здесь лежит Просто там непонятно Куда мог влезть Мамонт в этом корабле Там даже Дверей таких нет Так, вот, во-первых, плитка А во-вторых, цветок Сибири Давайте-ка обратимся к нашей справке К запискам брата Алексия Великий человек Вот, голубая трава Реликтовое растение С наступлением весны Аромат ее цветов Становится настолько сильным Что способен пробудить юки От зимней спячки Понятно, а вы для чего Он теперь нам нужен А то, что-то наш друг Там слишком дрыхнет много Ну, что? Ну, ясно А вам тут юки просто необходим Ганс, мы... Мы на месте Сибиря И мамонты, Ганс Дальше Дальше За полями Голубой травы Вперед Это не так просто Но мы справимся Да, конечно Блин, я случайно опять нажал Пойдем за юки Нам тут без него никак Ну, не Кейджи будет крутить Там, этот Колесо это Ну, что-то останавливаюсь Дальше Надеюсь Сработает Да должно Давай просыпайся Полусобака Сработало Ну, что-то Так, ну где там наша собачонка? Рабочее место для нее подготовим Ну, давай запрыгай Устал Он идет прям такой знающий Все, он знает куда идти Так, что его не надо выпускать, да, получается? Бесполезно О, он посидит Так, по-моему здесь больше ничего не надо подбирать Идем сразу за Гансом Так У нас вот тут на очереди головоломочка такая Такой интересный механизм А есть вот такой круг разрушенный, да? И есть части вот из Петроглифов, иероглифов Теперь обратимся к нашему медальону Так, я его сейчас сфотою Тоже, чтобы мне удобнее было смотреть Просто он когда нам нужен, он не будет показываться Так Все Ну и смотрим теперь, что нам нужны, какие символы Во-первых, вот сюда нам нужно вставить Символ А это будет Примерно, получается, хлоп Вот такая птичка, да? До этого вот такой символ И птичка Так, а на него у нас Что у нас на него походит? Блин, вот знаете, я сфотал коряво как-то Мышкой закрыл один символ Похоже, как раз вот его А ну вообще вот он Вот видно Вот этот символ Значит, нам нужен вот такой Жук-жук Так, запомним его По-моему, вот он Да Так, смотрим дальше Символ в виде буквы Ш Перевернутый Вот он Значит, нам нужна вот такая Рогатка Вот она, рогатка Так, что тут осталось Вот это вот Как обозначить этот символ А, ну просто посчитаем После рогатки Раз, два, три Четвертый Раз, два, три Четыре Что-то типа буквы Е Получается Ну вот мы, по-моему Угу Ну и последний А, если честно, что-то они, по-моему Какой-то набор А, что-то А если Е вот сюда запилить А, вообще вот так больше подходит Хотя, по-моему, неправильно А, вот же еще Блин, у меня еще одной таблички не хватает Значит Интересно Так, стой Вообще, после рогатки Если раз, два, три Четыре Все-таки вот этот больше подходит Но и вот этот вот сюда не подходит Пойдем-ка посмотрим Где тут еще должен валяться По-моему Символ Ну туда сходим Потому что у нас не все таблички Так, стойте Давайте узнаем, что Что Ганс Ай, уже все А где я мог Просмотреть еще один А, ну понятно Тут Выпрос нам ключ нужен Тут красиво, да? Очень Да, Ганс Сибиря Вы правда думаете, что здесь есть мамонты? Да, Кейт Надо сыграть песню Которая их призовет Как сами? Вы хотите их позвать? Да С помощью дудочек Как древние юколы А Вы знаете, как это работает? Нет Ну ладно Я попробую Ха-ха Блин, а может и не нужен На самом деле Это Что за флаг такой? Последний кусок А, ну вот что он Ну капец Так, вот это По-моему как раз Да, все Все Вот так вот Все подошло Ну, собственно Все Крутим Барабан Интересная, да? Вот схема Просто если ветер В другую сторону будет дуть По идее Вот это все не сработает Вот она ключ Удивительно Почему Древний ключ Юколов Тоже в виде Ключа Форальбергов Выполнен Или это Форальберги Ключ Юколов Себе взяли В оборот Так А вот что тут делать Что-то я не помню Ну, я помню Что здесь Что-то вместе Не, он сюда А, да сюда Слушай, интересно Короче Тут, по-моему Нужно посмотреть Какой был Нажат Сейчас Символ Сопоставить его Символом На медальоне И вот Как раз Его заткнуть Смотрим И ничего не видим Какой вот Нам из этих Символов Нужен А, стоп Стоп, стоп Ну-ка, ну-ка Ну-ка Сейчас я открою То, что было На фото Этой На Яхте На ковчеге На нашем Нет Там таких Символов Вообще Нет Там просто Мамонт Человек На мамонте Блин Прикиньте А я не помню Какой символ Нужно использовать Ну, по-моему На шаг Был вот этот Вот Рогатка Значит Нам нужен Вот символ Вот этот В виде Девятки Хотя Вот тут Непонятно Если честно Он был Нажат Или нет Сейчас проверим Так Ну и Где он Этот символ Кстати Непонятно Какую-то дырочку Вставляется Этот костяной Ключ Вот она По-моему Да? Девять же Перевернутого Ну, по идее Палочка У него Сверху Да, это он Как он Сюда Вставился За тверстие Не подходит Ладно Пробуем Теперь Играть музыку Вернее Сначала Здесь Нужно Выставить Правильно Вот это Получили Вот тут Как раз Нам Пригодится Картинка Из корабля В виде Мамонта Вот это Как раз И были Коды Звуков Короче Там у нас Была такая Картинка Просто Точка Черная Вот этот И вот этот Вот Точка В виде Взрыва Такая Как звездочка Вот это Вот это И вот это И пустая Это вот такая Вопрос Какая из них Придется нам Сейчас пробовать Каждую по очереди Так Предположим Что Просто Точка Это Полностью Закрытое Отверстие Взрыв Это Полузакрытое Чуть не то Так Вот это Мелодия По-моему Так Стой Здесь Ничего Не появилось Нет Ну-ка Еще раз Неправильно Ну либо мы ключ Неправильно Вставили Так Осталось Что тогда Предположить Предположим Тогда Что Пусть Звездочки Так останутся Полуоткрытыми А Точки Это наоборот Полностью Открытые А вот это Закрытое Где Где нет Точки Вообще Неправильно Интересно Ладно Пусть Тогда Вот это Будет Полностью Открытое Точки Это Полностью Закрытые А это Наполовину Тоже Неправильно Блин Я теперь Начал Сомневаться Что я Правильный Символ Выбрал Так Ну что Какие Еще Остаются Варианты Был Вариант Что Тут В принципе Всего Вариантов Не так Уж Много На самом Деле Так Что-то Немного Втупил Вот эти Точки Мы пробовали Значит Сначала Наполовину Я забыл Как мы Пробовали Предположим Что Звездочки Так Так Ну давайте Еще Вот так Попробуем Сделать Я бы И так Не пробовал Во Все Угадали Угадали Я бы Похож Я бы Продолжение следует... 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 Коротенькие титры Почему-то обычно, когда я смотрел, они были дольше намного Насколько я помню Ну, в общем, на этом С Сибири пока что все Третью часть мы обязательно пройдем, но чуть попозже Просто в квесты долго играть тоже устаешь Как и, в общем-то, в любые другие игры Поэтому я их все время тусую Квест, например, шутер-шутер Какая-нибудь игра RPG Ну, типа Ассасина Не RPG, а ААА игра И так далее Чтобы они не надоели, потому что может быстро надоеть Хотя раньше я, в принципе, играл В какие-нибудь Игры одного типа подряд Ладно, в общем, я заболтался Я бы еще много чего рассказал Хотя бы о том, что игра это Это настоящая история История о человеке, который с самого детства Наверное, стремился к своей мечте В общем-то, мечту свою исполнил То есть, кто ищет, тот всегда найдет Нужно только стремиться или хотеть Если ты чего-то хочешь вот такого Сильно хочешь Ты будешь к этому стремиться Несмотря ни на что Несмотря на все вот эти сложности Трудности Все равно этого добьешься Потому что у тебя есть рвение Есть хотение все это делать И вдохновение все время есть Когда тебя заставляют что-то делать Это не то Это ты просто делаешь И Своим чередом все идет Ты развиваешь Ничего тебе не охота А тут Ты сам хочешь У тебя Прямо сам организм все это делает В общем, ладно Не дут у меня слова Что мог, кто сказал Прохождение на этом Сибири закончено Второй и первой А третий мы пройдем чуть попозже Спасибо за просмотр Увидимся в будущих прохождениях На канале S-Play Пока Субтитры сделал DimaTorzok